Всем привет! В этом видео я хочу обсудить разницу между двумя вариантами регистрации попаданий, используемых в серии игр Battlefield. Начнем с простого примера. Если вы играли в Bad Company 2 и Battlefield 3, тогда вы можете уверенно сказать, что разница есть. Кроме того, что это совершенно разные игры, есть одно отличие, которое касается организации работы такого важного процесса, как регистрация попаданий. В Bad Company 2 используется обработка на стороне сервера, в то время как в Battlefield 3 регистрация попаданий обрабатывается на стороне клиента. Но оба эти варианта далеко не идеальны. Почему? Обработка на стороне сервера, которая используется в Bad Company 2, иногда приводит к тому, что вы не получаете хит-маркер, то есть визуальное подтверждение попадания по противнику, даже в том случае, если попали по нему. С другой стороны, обработка на стороне клиента имеет другую проблему, которая приводит к тому, что иногда вас убивают за стенами, то есть в момент, когда вы уже спрятались от противника за укрытие. По личному опыту скажу, что это происходит достаточно часто. Все из-за того, что сигнал «Да, ты умер!» поступает от клиента и игрока, который стреляет в вас, а не от сервера, который знает местоположение обоих игроков в определенный момент времени. И, соответственно, может легко устранить подобную проблему. Как я уже говорил ранее, оба варианта далеко не идеальны и имеют свои нюансы. Естественно, есть достаточно много приверженцев у обоих методов организации регистрации попаданий, но в этом противостоянии также следует учесть один очень немаловажный факт. Обработка на стороне клиента намного больше подвержена взлому, читам, хакам и т.д. Элементарный пример – увеличение убойности оружия. В частности, на примере игры Battlefield 3 иногда тяжело однозначно ответить на вопрос, то ли это лаг сервера или игрока, убивающего вас с одного выстрела, или все-таки использование читов-модификаторов. В общем, очень большой жирный минус в копилку клиент-версии регистрации попаданий. Хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение в комментариях, какой вариант для вас более предпочтителен и почему. Насколько я знаю, DICE пока не называли систему регистрации попаданий, которая будет использоваться в Battlefield 4. Поэтому также пишите в комментариях ваши догадки, исходя из опыта в бете данной игры. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...